Давненько такое я не писал. Ну, в смысле, это. Не было случая. Да, мне прямо сейчас некогда вот эти вещи делать. У меня тогда как-то я по городу крутил вся. Допустим, там нужно замеры. Там, там, там по физике. Я пошел физику, там физику, там пока иду, делаю дорожку и что-нибудь еще. Ну, записываю какие-то мыслями делюсь. Но это требовало все громады, огромной концентрации. Внимание всего вот этого. И тут вот мои вот эти все вещи, они мне пригодились. Пойдем, может, пуэра посмотрим. Может, пуэра есть. Пару таблеточек возьмем. Вот сюда вот. Здесь, на Гоголя, он был. А если бы смотреть в тысячах мелочей, там рядом. Пространство, день, возможность, меры. Доступно все в глотке пуэра. Там у них конкурс был, вот этих стихотворений. И, короче, приз. Что за фигня какая-то. А потом еще был конкурс. Там был приз 100 килограмм пуэра. Я подумал и не стал танцевать. Ну, куда мне 100 килограмм? Что за глупостью? Ну, а что, ну, а что, как бывает? Ну, вот, я просто не понимаю, зачем мне нужные штуки. Ну, вот смотри, зверь его, зверь его, который вот этот, парикмахер-то гремел там на все это. Этот, пиарили-то его. Это больной. Ну, да не важно, что он больной. Там кто-то про него рассказывал, по-моему, вот расист рассказывал. Рассивный рассолок. Рассказывал, что это. Тоже там аутист. Ему направили этот аутизм в нужное русло и все. Ну, вот. Ну, этот, говорим, как его? Единственный у нас рассолок вообще в мире. Абдеев. Абдеев. Россия единственный. В мире это еще есть. Там они тоже. Публичные, публичные. А? Публичные. Ну, да. И вот. Поговорить действительно с это. С Коляном как-нибудь. Я с ним срастуюсь. Просто там волосы остались у нас. Кошки. Я туда выписал. Чтобы там были издательства. Ну, да. Сейчас она зайдет уже. Сейчас уже у нас не будет. Ну, да. Абдеев у него, если я не думаю, что оно... С 9 до 18. Абдеев поставили убегаешься. Ну, и вот все это ненужное. Оно все вот это вот убирается. Вот это вот ненужное. Вот если, допустим... То есть, зачем ненужное нужно? Если вот это зверя, ты говорил, ты мне перебил все. Ну, поршни. Зачем ему танк подарили? Танк? Двадцать лет. Двадцать назад. Что он там показывал. Что это? И он такой, знаешь, со своим вот этим вот наивником таким. Ну, который там загомосятина принимается многими. Мне по барабану. И он такой. Ну, а зачем мне танк? Что я с ним делать? Ну, куда я на нем поеду, понимаешь? И что-то он кому-то его там тоже отдал. Ну, там такой прикол был. Такая медийная ему раскрутка дополнительная. Ну, как бы, да, такой парень простой. Ну, по сути-то, правильно. Ну, зачем ему танк? Ну, что за бред? То же самое, что знаешь, там где-нибудь в Москве там подарить там верблюда. Ну, что за стёб? Зачем это? Ну, да какой цель. Я понимаю в пустыне. Тигры. Тигры. Я понимаю в пустыне, допустим. Можно там верблюда. Ну, не можно, нужно. Это кораллон пустыни. Он там, ты у него это самое. И греешься от него, и критаешься на нем. А ему что там надо? Илью Муромца, чтобы он траву ему косил. Жрет, так говорит, не жрет, а жрет, так говорит, за всех он. И тут нафиг этот, убрать этот весь, всю эту вот шелуху. И остается тогда, остается 451 градус по Фаренгейту Рео Брэдбурге. Вот, чего остается. И вот, я говорю, я тогда вот ходил вот это все, делал, делал. Вот набирал базу, по сути, что происходит. И вот сейчас, спустя вот сколько вот, 6 лет, в общем-то, уже пошло. Больше, 7 лет практически. Можно резюмировать, что все то, о чем я говорил вот в этих видео, разговоры на улице, все это самое, все оно произошло. Я там сделал больше 100 выпусков, по-моему. Они там, некоторые, даже больше, наверное, может быть, еще, может быть, 200 с лишним. Может быть, еще больше. Некоторые, ну, непосредственно под грифом разговоры на улице. Раз, га. Откуда разговоры пошли? Га – это движение по-славянски, да? И вот разговоры, по сути, в движении. Разговоры, движение. На улице. На улице. Не где-то, а на улице. Вот по улице. Мы же многие, да, мы же многие вещи вот так вот делали после того, как мы обдумали их на улице где-то, да? О, кстати, вот интересно, видишь, вот здесь они хотят озончик сделать, да? Или что, это Леон под рекламку дал? Здесь я помню, здесь я помню Вилли вот, сам, по-моему, держал свою. Сейчас вот, дядя Вилли, видишь, здесь вот, видишь, как красиво, рекламочку, все дела, все отбили. Ну, а как бабосик нужен же, блин, бабуля-то? Черт. Кто-то здесь, допустим, правильно? Кто-то здесь, вон там, вон там, вот. Кто-то здесь. Кому-то больше повезло. Кто-то там, кто-то еще вот там. А кто-то вот там. Кто-то вот там. У нас здесь вообще не, не из, как это, не из, не скончаемый источник просто вдохновения. Слушай, а где эта топоринка находится? Какая? Вот эта? Вайп Клаб. Рекламу будем делать. I don't know. Наверное, здесь прямо находится. А почему нет? Ну, смотри, вот, а где адвокат? Точно, блин. Смотри, как классно. Ну. Не, парилка, смотри, парилка Вайп Клаб, 10 до 22. Ну и все. Вот и сходил, допустим, к адвокату. К адвокату Семенова сходил. Клуб. Спотел. И тут же, короче, в парилочку все увидел. Вот, обращайтесь, вот Семенова все. Адвокат. Виктория Визиговна. Вазиговна. Все вот. Все у нее хорошие, видишь, какой этот, хороший этот самый. Герб у нее там, все. Улица Гогора. Вот, все прям шикардос. И здесь еще сделать рядом, прямо, знаешь, вот рядом, рядом сделать нужно зубопротезный кабинет. Сейчас сразу. Вообще замечательно прям будет. И можно еще туалет, да, там рядом. Туалет это вообще, это без срывов. Туалет, стой, пускай проезжает. Туалет это без срывов. Это всегда, всегда останешься в прибытке. Плажные туалеты, это все. Это все. Это мистика, прямо, вообще. Парилка Гоголя, адвокат Семенова. Ага. И по пирсингу, по пирсингу обязательно, там же, рядом сделать. Смотри, бля. Зубопротезный кабинет, адвокат, пирсинг. Зубопротезный кабинет, адвокат, пирсинг. Ага. Пирсинг. Короче, если пирсинг делаешь, то у адвоката скидка уже получается. Во. Чем интимнее пирсинг, тем больше скидка. Давай эту мысль еще. Точно, давай эту мысль развивай. Слушай, так у нас же там еще. Бани распарились, бани распарились, делали пирсинг. Так. Еще адвокат ей скидку дает в садах. Ну, вообще здорово. Слушай, так это в стиле этого, Шевелевского этого. Сереги Шевеля, да? В стиле Гоголя. Нет, это он же там, сколько там. Допустим, у него 10 человек работает, и вот деньги получили. Хоп, и все друг друга должны, а в конечном итоге должны-то ему. И ты приехал, отработал, сколько там у него месяц, зарплату получил. Отдал за питание. И получил, что ты должен еще. Она отдала ему, потому что занимала его. Да, 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 да. Он ее посадил, короче, на березу. Да. Она на него уже занимала, короче, сама и муж его умолил. Вообще шикарно. Да какой капитализм? Тут даже не капитализм, а это и не феодализм, это рабовладельческий строй самый настоящий. Ну, капитализм это окраска такая, ну, капитальная, блядь. Ну, смотри, у него какая-то, ну, ему сделали товар, блядь. А? Потом еще за этот товар ему же заплатили. Ему же сделали, и за него же заплатили. Конечно, он же так жив. Ну, что-то поможет. Ну, да. Не, ну, у Сергея это вообще, я считаю, изумительная была штука. Он же себе там, наверное, отстроился. Живой, он живее всех живой. Он же там, в грязи волшебный, спался. Ага. Их за это надо, это самое, строго наказать. Это самое, я думаю, черные дельфины, по-моему, это самое, минимальное. Это даже не смешно, когда я вот услышал, там, это, да, в ютубе, девочка в Америке, короче, папа пошел с девочкой в Америке, в магазин, она девочку что-то там, три года, что-либо. И она взяла чуп-почупс, в полке, непосредственно. И в рот его засунули, ее, короче, арестовали. Кого и я? Да. Ее арестовали. Чтобы она чуп-почупс не открывала. Нет, она, короче, покусилась на собственность. Они, короче, объясняют, что она, короче, покусилась на собственность. Магазин, ну, за нее, типа, папа не заплатил. Он говорит, давайте я вам заплачу. Нет, типа, ну, так. Говорит, ну, если они соблюдены, короче, что-то папе какой-то там, такой, куенный штраф угрезали. И если, короче, еще... А еще чуть-чуть в тюрьму даже не посадили. Не посадили. Он говорит, судья, я бы посадил, но просто по воду с ними не подходят. Ну, чтоб она, получается, не воровалась. И папе сделали штраф. И сказали, если еще раз такое произойдет, мы вас сойдем. Здорово, слушай. Так что, черный дельфин, это для них. Ну, да, да, да. Так, ну, а что там это самое? Что, может, коммунистам зайдем? Крепырейф, а есть коммунисты еще в Николаевске, нет? Ну, если есть, и нет. Ну, да. А мне тут дед какой-то заходил какой-то странный. Я бы сказал слово, которое использует мой товарищ. Какой-то ушлепочный дед. Но я так сам не считаю. Ну, хотя он шлепает, значит, ушлепочный. И такой, что вы тут за коммунисты? Что вы там, помнишь, кстати, при тебе заходил? Ну, что вы там все, все с вами ясно? Он за зубы заплатил много денег и сказал, когда это все кончится. А мы ему сказали, он первый секретарь был в этом душевном таком переживании. И мы сказали, когда оккупация будет ликвидирована, тогда можно и будет вернуть ему зубы по советской цене. И он что-то раз такой... Он что-то завякал, заморосил что-то и убежал что-то. Он какую заяву написал, и он не знал. Мы думали, он что-нибудь, да, на самом деле, что-нибудь болит у него там, я не знаю, за город там. А у него ничего не болит. Он просто один из тех, которые все просохатели, а теперь пытаются свалить это на других людей, которые тогда еще были совсем зеленые. Нет, скорее всего, у него бабка умерла, ему пилить некого. И вот он уходит и пилит. Наверное. Так, ну ладно, пойдем, сходим. Сегодня приемный день, принимает депутат Зайцев. Слушайте, ну а кто пельмени захочет еще, вот вам рекламу бесплатную сделаем. 8, 9, 10, выходной. Кто хотел пельмени 8, 9, 10, короче, сиди дома, ешь пельмени. Николаев на Амуре, разговоры на улице спустя 7 лет.